Количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике постепенно снижается, а кампания по вакцинации, напротив, набирает обороты. Сегодня сделать прививку можно уже во всех городах и районах. Организованы мобильные пункты вакцинации, работают специальные прививочные бригады, которые выезжают и в отдаленные деревни. Прививку сделали уже больше 22 тысяч человек. С теми, кто защитил себя от вируса, пообщалась Любовь Лапина. Для тех, кому за 65 в Светыдинском районе организован трансфер на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Старшее поколение Мандача, Палевис, Часова уже привили. Среди знакомых Валентины Ивановны многие приболели новым вирусом. А потому делать прививку или нет, вопрос для нее не стоял. Прививка не страшная заболеть. Страшно. Последствия страшные. Некоторые до сих пор отходят от заболевания. И тяжело отходят. Житель Часова Юрий Николаевич тоже за иммунизацию. Постоянно делает прививку от гриппа. Теперь будет защищен и от коронавируса. Я все же доверяю своей медицине. Ну и первая меня вакцинация прошла очень. Даже ничего не почувствовал. Ни температуры, ничего. Очень все хорошо. Вот сейчас вторая вакцинация. И надеюсь, все будет отлично. В Светыдинском районе прививку сделали 845 человек. Четверть завершили полный цикл. Люди идут активно прививаться. Стали сейчас активно прививаться с организацией. Предприятия тоже работодатели, видимо, заинтересованы. Это уже отправляют. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было. 8 организаций. Было 63 человека привиты с организацией. А вот к жителям деревень Интинского района выезжают мобильные бригады горбольницы. Прививку делают и в самой Инте. В день по 40-50 человек. Зоя Фальтонович почти 90. Ни страха, ни осложнений не было. Я старалась ничего такого тяжелого не делать, ни полагимых, ничего. Поэтому впереди слабо. После первой прививки чувствовала себя очень хорошо. Практически никаких не было изменений в самочувствии. Поэтому с радостью дождалась второй прививки. И надеюсь, что теперь я защищена. С начала пандемии коронавирусом заразились около 600 интинцев. Больше двух десятков умерли. Сегодня ситуация в Приполярии значительно лучше. Однако новые случаи, как и в целом в регионе, пока продолжают фиксировать. Дежурная медсестра инфекционного отделения Елена Серова работает в красной зоне. Знает, какие бывают осложнения при болезни и после нее. В мае прошлого года она сама переболела ковидом. Ну, наверное, я сначала испытала чувство страха. Я вам честно скажу. Я заплакала. У меня прям даже руки-ноги затряслись. Думаю, ну все, вот это, наверное, конец. Потому что я видела, как люди к нам поступали тяжелые. То есть уходили из жизни. Это очень страшно, это тяжело. Это эмоционально, даже нам, медикам, тяжело принимать. О последствиях для здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции все больше говорят психологи. Болезнь для многих не проходит даром. Обратившись с проблемами все больше. Самые разнообразные симптомы. И тревожно-депрессивное расстройство, и фобические расстройства, и нарушение ночного сна, стеническая симптоматика, слабость, вялость, вот эгитативные проявления самые различные. Это иногда 2-3 месяца, а то и больше, в зависимости от разных хронических заболеваний, которые обострелись на фоне заболевания. Поэтому, конечно, страшно, что вдруг я не буду таким же успешным в работе. Вдруг я потеряю работу. Эти все страхи усугубляются наедине. Остановить пандемию можно, заработав коллективный иммунитет. Варианта 2. Переболеть или сделать прививку. Специалисты считают, что вакцинация более безопасный вариант. Иммунизация проходит в два этапа. В день обращения и через три недели. Антитела в крови пациента должны появиться на 42-й день. Заболевание коварное. И коварно оно тем, что невозможно спрогнозировать, у кого и как оно будет протекать. И молодые болеют тяжело, и возрастные люди у нас болеют легко. То есть здесь сделать прогноз и гарантированно пообещать, что вот вы переболеете легко. Это невозможно совершенно. Поэтому, конечно, лучше предупредить, чем испытывать судьбу и рисковать. Массовую вакцинацию от COVID-19 республики начали еще 11 января. Сделать прививку уже можно во всех городах и районах Коми. Работают 109 прививочных бригад и 25 мобильных пунктов. Вакцинация проходит в лицензированных помещениях, где есть морозильное оборудование для хранения вакцины. Медики прошли специальное обучение. Это четвертый уровень хранения вакцины. Вакцину мы получаем на складе, приносим в термоконтейнерах. И потом перекладываем всю вакцину сюда, в ларь. В ларе у нас хранится вакцина здесь. Мы поддерживаем температуру, чтобы она не выше, минус 18. Сейчас у нас минус 24. Достаем отсюда вакцину, ампулу, размораживаем ее, приглашаем пациентов и делаем прививку. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуги, позвонив в колл-центр поликлиник или на бесплатный номер 122. Жителям, переболевшим ковидом, прививка не нужна. Уже более 22 тысяч жителей региона привились и находятся на контроле медиков. Пациентам всем выдается памятка о возможных побочных явлениях и о том, что с ними делать, как о себе дать знать и как с этим справляться. В целом вакцина переносится хорошо. Марьяна из Юрова с самого начала появления вакцин в регионе прививает медработников. По ее наблюдениям, примерно у пятой части была та или иная реакция на прививку. Как правило, таблетка жаропонижающего сводит симптомы на нет, а на смену приходит заветный иммунитет. Лица старше 60 лет относятся к группе риска по тяжелому течению ковидных заболеваний. Чаще у них развиваются осложнения, в том числе и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы. Поэтому они включены в приоритет первого уровня для вакцинации. Второй этап прошел, спокойно, очереди нет. Врачи направляют, помогают во всем, распределяют. Я считаю, что надо вакцинироваться, особенно пожилым людям, потому что скоро начнется дачный период. А дачный период, туристический период, это считается, что очень будет сильно большое заражение. Ближайшие праздники – это и Масленица, и культурные мероприятия к столетию региона. Жители призывают все же не забывать о мерах безопасности. Все-таки чуть более 1 тысячи человек в коме пока в активной фазе заболеваемости. Пандемия идет на спад, но, по мнению вирусологов, COVID-19 теперь будет постоянно соседствовать с нами и продолжит циркулировать.